Выездное заседание Брестского областного исполнительного комитета было посвящено вопросам сельского хозяйства. Председатель ГОРА из полкомов, начальники сельскохозяйственных и иных управлений и ведомств обсудили основные имеющиеся проблемы аграрной отрасли области. В ходе мероприятия участники посетили находящиеся в стадии модернизации молочно-товарной фермы Жабенковского района, садовое фермерское хозяйство, а также посмотрели, как проходит посев пожневных культур. Все эти объекты создаются и модернизируются с учетом необходимых требований и регламентов. Так как только в случае обязательного соблюдения всех норм можно рассчитывать на хороший результат. В каждом хозяйстве должна быть ферма полностью технологичная, чтобы там было беспривязно содержание скота, чтобы был цех раздоя, сухостоя. Никаких проблем для этого нет. И мы вот на базе Жабенковского района видим, что они выполняют в полном объеме поручений президента. И в принципе наши районы остальные. Но есть часть хозяйств и часть районов, их правда не очень много, там два-три таких вот района, которые еще до сих пор думают, а как им надо делать в таком виде, или в другом, или в третьем. Вид должен один быть. Еще раз повторяю, технология содержания скота, она должна быть выдержана. Вот и все. В преддверии самой горячей поры в сельском хозяйстве уборочной страды зашла речь и о погоде, внесшей свои коррективы в процесс выращивания кормовых. Весенние половодья сделали свое неблаговидное дело, подтопленные территории не смогли дать запланированного урожая. Но выход нашелся. Благодаря увеличению пожневных и повторных культур область сможет достичь прошлогодних показателей. Сейчас для того, чтобы травянистых кормов больше заготовить, мы всячески увеличим посев пожневных культур, повторных культур. И вы заметили, что по сводке мы не хуже выглядим прошлого года, но нам это недостаточно. И поэтому как раз вот это направление работы нам позволит минимизировать тот недобор, который вроде мы планируем. Хотя я должен сказать, я в выходные дни был в трех районах, в хозяйстве объезжал детально, смотря на самом деле, что уже у нас выросло. Как бы мы ни говорили, но натура зерна будет хорошая. Вот эта влага, плюс еще какие-то другие, подкормка наша, защита наша позволила набраться зерну. То есть зерно налито, если говорить уже так образно по-народному. И поэтому я думаю, что за счет натуры, мы тот вал, который планировали на этот год, по крайней мере, он не должен быть, я боюсь этого слова, но не должен быть меньше, чем в прошлом году. Будем делать все возможное. В целом область сможет справиться с поставленными правительством задачами в плане уборки зерновых и зернобобовых, а также с кормозаготовками. Но есть такие регионы, которые не справляются с вышеуказанными показателями, а также и с другими, касающимися всех отраслей сельского хозяйства. Поэтому главной темой пленарного заседания стали результаты проверок социально-экономических показателей двух районов – Ляховического и Каменецкого. Несмотря на то, что область уверенно развивается и стремится к наращиванию темпов и качества, эти регионы пока не могут выполнить требуемые задачи. Константин Сумар подчеркнул, что необходимо дать принципиальную оценку деятельности руководителей этих регионов и установить четкие сроки на исправление сложившейся ситуации. Тем более, что условия для развития и модернизации сельского хозяйства созданы самые благоприятные. Не хватает самого важного – разумного отношения к делу людей, то есть человеческий фактор играет на данном этапе главенствующую роль. Все начинается с человека. И ничего абсолютно не мешает, потому что одна и та же земелька, только там, где мы были сегодня, в Ракитнице, в Рогазнянском, землю тут только похуже. Но тут хозяева лучше, которые думают. И тут понимают, что даже если кредит он дорогой, и процентная ставка большая, но он знает, что вложить даже вот такие дорогие кредиты, сделать производство, увеличить производство своей продукции, в том числе молока, и получить прибыль и отдаст потом этот долг. Но делает уже на десятки-десятки лет природ своего хозяйства.